Добрый день, меня зовут Дмитрий, я 27 лет занимаюсь профайлингом. Профайлинг — это сначала идет визуальная диагностика, то есть калибровка личности, после этого составление его психологического портрета и прогнозирование линии его поведения. Часть этой профессии и часть этого направления — это калибровка того, когда человек говорит правду, и при задавании провокационных или стимульных вопросов то, когда он говорит неправду. Таким образом читается ложь человека. Старш работы совершенно небольшой — 28 лет. Два диплома психолога, один диплом практический психолог, один диплом социальный психолог и кандидат психологических наук. Работал я во многих структурах. В Министерстве обороны Украины, попал в спецподразделение СБУ Альфа, прослужил 5 лет там. Психолог специального подразделения и специалист переговоров с террористами. И после этого я служил в разведке. Чаще всего на сегодняшний день мои заказчики — это люди, которые не могут решить проблему с персоналом. Иногда это наем персонала, иногда это уже расследование какого-то события, которое произошло на работе в корпорации, в фирме. Заказчики, они просят узнать, были ли у человека в прошлом опыты употребления психоактивных веществ. Сюда входит как алкоголь, как наркотики, так и определенная токсикология. Есть ли у человека криминальный опыт? Есть такое, что человек совершает преступление, но при этом проходит мимо системы МВД. Есть такое, что человек попадает в систему МВД как осужденный или как привлеченный, но потом вытирает в базах данных свои связи с этим правонарушением. Часто спрашивают о том, сливает ли человек информацию, сливал ли человек информацию на предыдущем месте работы, плел ли он там интриги, то есть создавал ли он там конфликтные ситуации с получением каких-то личных бонусов для этого. Эти вопросы на самом деле достаточно просто выявляются в ходе беседы. На беседу нужно порядка двух-трех часов. Часто обращаются супружеские пары по неверному поведению одного и обоих супругов. Реже ко мне обращаются правоохранительные органы, в последнее время это только полиция и следственные органы, при раскрытии преступлений. Начинается все со знакомства и с разговором человека на нестрессовые для него темы. То есть разговор о погоде, о спорте, о семье, о чем угодно. То, что не должно вызывать у человека всплесков эмоций. А потом задаются стимульные вопросы, которые, собственно говоря, и вызывают. То есть всплеск эмоций, который уже легко диагностировать или с помощью аппаратуры, или с помощью визуального наблюдения. В работе профайлера я применяю четыре фактора, которые я наблюдаю у человека и которые приходят в изменения при его стрессовом состоянии. То есть когда он начинает говорить о тех фактах, которые для него значимы и которые могут привести к возникновению страха, вины, стыда или радости возбуждения. Первое это вербальная подача информации. Ну, во-первых, логичность, стройность и повторяемость той информации, которую он подает о каком-то событии. Следующее это речевые характеристики, тембр голоса и темп речи. То есть если человек замедляет свою речь, то он начинает думать и использует режим своего мозга для того, чтобы что-то создать. Если человек говорит быстро, у него времени на того, чтобы придумывать, просто нет, поэтому это, скорее всего, больше или правда, или очень хорошо отработанная легенда. Оговорки, которые вступают в силу, если человек не находится в состоянии жесткого ментального контроля. То есть если человек не в состоянии себя контролировать, а поверьте, людей, которые могут себя контролировать, их не так много. После этого эмоции, которые выражаются на лице, то есть мимика. Мимику подделать крайне сложно, к тому же крайне сложно подделать искренность мимики. По большинству эмоций у них проявление меньше одной секунды. Человеку сложно меньше одной секунды дать эмоцию умышленно. Только потому, что человек в момент какого-то моего посыла, в момент какого-то стимула сделал удивленную мимику, это не значит, что он вообще к этому не причастен. Он может удивляться только по какому-то отдельному поводу. Человек использует мимику разочарования, некоторые люди понимают, ага, вот он сейчас разочарован, то есть вы его поймали. Я говорю, нет, просто у него разочарование, что, допустим, убитый человек был его другом. То есть здесь очень важно понимать контекст, по которому мимика происходит. Еще менее показательный, но все-таки я их тоже принимаю внимание, это жестикуляция человека. Вот многие специалисты говорят, что вот этот жест говорит о том, что человек закрыт, и он не готов разговаривать. Ну, с точки зрения того, что он не готов разговаривать, да, но он закрыт, может быть, не потому что психологически, а потому что здесь холодно, например, и он просто пытается согреться, или он хочет в туалет. Глазодвигательные реакции тоже дают нам возможность, при условии, что мы знаем определенную информацию о человеке, что он влево-вправо, вверх-вниз может глазами двигать сам этого. Это проконтролировать вообще сложно, можно прочитать. На место преступления я не выезжаю, мне, как правило, показывают видео того, что произошло. Этого достаточно. Почему? Потому что ко мне обращаются, как правило, задолго после того, как преступление уже совершено. Вопросы, которые задают полицейские, все очень простые. Врет, не врет. Это основной вопрос. Вот одна история. Убили девушку, девушку убили в Крыму. Человек, которого подозревали, выехал за рубеж в одну из европейских стран вместе с родителями, дабы уйти от следствия. Но на него вышли и попросили его дать допрос по скайпу. И вот я наблюдал вместе с полицейскими за тем, как человек позиционирует себя, как он отвечает на вопросы, и достаточно быстро стало понятно, что он врет. Я пока давал сигнал полицейским, что здесь есть ложь. Они более углубленно начинали копать проблему, какой-то ракурс этого убийства. И выходили на то, что человек отказывался дальше комментировать. Но, к сожалению, наше правосудие его не достало. Почему? Потому что он получил постоянный вид на жительство и сейчас находится там. Второй момент, тоже очень интересный, это расследование убийства адепта казачества, полковник украинского казачества. И когда его уволили, он переехал в одну деревеньку и там открыл наркобизнес. Его за это убили. И вот моя задача была и беседами, и наблюдением, диагностированием людей по видеоматериалам, определить, кто из свидетелей прав, кто виноват. Таким образом удалось сузить круг лиц, которые к этому могли быть причастными. А дальше их уже банально посадили на полиграф. Важно понимать, что профайлинг, он все-таки уступает в детекции лжи полиграфу. Вероятность объективности ответа полиграфа это 95-70%, у профайлинга 60-80%. Безусловно, я даю бумажные заключения и при исследовании с помощью полиграфа, и с помощью профайлинга. Но это все документы, которые являются материалами оперативной разработки. Использовать их в качестве доказательства в суде невозможно. За исключением, если только судья сам не выпишет ордер на проведение экспертизы с помощью полиграфа. На профайлинг это невозможно. Был случай, когда человека обвиняли в изнасиловании. Моя беседа показала, что это неправда. С ним происходило все очень просто. Когда я спрашивал его, в чем одета была жертва, какие сережки были на жертве, какие украшения были, как жертва с вами общалась, на это все я вообще не получил никаких стимульных ответов. Почему? Потому что подозреваемый этого просто не знал. Сказать, что он это все скрывает? Нет. Потому что все-таки за свою практику работы отличить простое удивление от тщательно скрываемого все-таки я умею. Потом, как оказалось, нашли настоящего насильника, у которого были вещдоки. Сережка была девушке, которую изнасиловали. Самая большая ложь, которую вам приходилось слышать по работе? Ну, а вы знаете, она связана больше с психиатрией. Он мне говорит следующее. Говорит, вы знаете, когда я беседовал с Иисусом Христом, и я у него спрашиваю, скажите... Ну, беседа шла-шла, и я говорю, скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что вы беседовали с Иисусом Христом. Я так понимаю, вы когда читаете Библию, вы беседуете с Иисусом Христом. Он говорит, нет-нет, я с ним беседовал вживую. Я говорю, а скажите, пожалуйста, а с кем еще вы беседовали? Он назвал Заратустру, Моисея, Канта. Я говорю, и с этими всеми людьми вам удалось повстречаться? Он на меня недоверчиво посмотрел и говорит, ну, я, говорит, понимаю, куда вы клоните. Вот, но как оказалось, все-таки человек не настолько прост оказался в медицинском отношении. Он был совершенно искренен, когда говорил об Иисусе Христе. То есть я думаю, что если в тот момент я на него одел бы датчики полиграфа, я думаю, что полиграф бы тоже показал, что он говорит правду. Это происходит из-за самовнушения. То есть когда человек верует в то, о чем он говорит. И бывает, конечно же, такое, когда людей просто физически прочитать нельзя. Например, это скудость мимики. Ну, ее называют иногда мимика скандинавов. Ну, слышали же вы, наверное, о том, что горячие финские парни. Да, то есть мимика на нуле. Изменение лицевых мышц при стимулах практически не позволяет что-либо диагностировать. Таких людей немного, но они есть. И бывают, безусловно, социопаты. Дело в том, что есть три основные эмоции, которые читает как профайлер, так и читает полиграф. Это эмоции. Страх за то, что человек будет иметь какую-то ответственность за то, что он сделал. Это стыд. Человек был воспитан хорошо, и он понимает, что это стыдно то, что он сделал. И чувство вины, если человек чувствует себя виноватым в том, что он сделал. Вот эти три чувства вызывают всплеск эмоций. И если они есть, то эмоциональность человека читается, и можно определить, врет он или не врет. У социопатов все эти три чувства отсутствуют. То есть они не испытывают в большинстве своем ни страха, и почти 100% не испытывают ни чувства вины, ни чувства стыда. Они просто используют этот мир в своих интересах. Как им хочется, так они используют. Но у социопатов есть четвертое качество, которое также можно тестировать. Это радость возбуждения. Когда социопат попадает в компанию, к человеку, которого он может обыграть, и он видит, что этот человек не самый последний в этом мире, что его интеллектуальный и профессиональный уровень позволит ему еще один трофей собрать, как жертву, по типу, там есть профайлер, вот я его взгрел, что он даже не понял. Вот тут уже с социопатами можно повозиться. И, кстати, это срабатывает. И я вам скажу, что специалиста на полиграфе можно обмануть. Тоже вам могу рассказать очень интересный случай. Один мой товарищ решил, что он сможет. Он режиссер театра, и он решил, вот как в случае с Иисусом Христом приблизительно, но только он решил, что если хорошо подготовить актера с данными по системе Станиславского, то он будет чувствовать то, что он сейчас произносит. То есть играть роль, но играть роль очень по-настоящему. И вот он привел молодого человека на полиграф, 21 год молодому человеку, но его задача была внушить ему самому себе, что он 50-летний старик, у которого есть инфаркт миокарда. Он смог это сделать. То есть человек талантливый, человек актер в состоянии обмануть не только полиграфолога, но и полиграф. Очень важно это войти в рапорт, то есть войти в конструктивный диалог с человеком. Здесь иногда я иду на хитрости. То есть, допустим, по одному делу с изменами я вынужден был представиться как сотрудник страховой компании по недвижимости. Почему? Потому что супруга выделяла какое-то количество денег для приобретения недвижимости своему любовнику. И вот моя задача была вывести на то, чтобы она мне как страховому агенту рассказала об этом страховом объекте и о том, кому он должен принадлежать в итоге. То есть эту информацию я получил. И еще один момент, когда был подросток, подростка подозревали в краже под наркотическими веществами. Он любитель рока. Причем рока советского. Пришлось найти шапочку, не шапочку, а бандану группы Алиса, футболку с Виктором Цоем. И вот в таком виде я познакомился с ним и тоже получил необходимую мне информацию на рапорте. А вы вопрос в лоб задаете или нет? Нет, вопрос в лоб задавать категорически нельзя. Даже вам это скажет опытный полиграфолог. Надо подводить человека к тому, чтобы он дал по косвенным уликам, дал направление, что это он. Ну, например, если подтверждается 3-4 улики, которых не знает никто, а должен знать только либо тот, кто это совершил, либо тот, кто это видел. То есть бывает такое, что люди, которые видели все это, но не являются убийцами. Потому что он зашел после убийцы через 10 минут. Есть нюансы, которые, если в лоб спросить, то у человека однозначно вызовет стрессовую реакцию. Даже у человека непричастного. Почему? Ну, потому что если у кого-то спрашивают, а это вы убили Иванова? Ну, конечно, он скажет, нет, не я. И при этом будут, конечно, эмоции. Сначала вы знакомы с Ивановым. Показать фотографию, вы знаете этого человека? То есть определить уровень его знакомства. Я даю несколько фотографий разных людей, и человек определяет того человека, видно по его реакциям, что он этого человека знает. После этого я начинаю раскрутку, где пересекались, когда пересекались, подведение к времени и месту. То есть отсекаю алиби человека, есть оно или нет. И подвожу к тому, насколько возможны были у человека коммуникации с тем самым Ивановым, против которого было совершено какое-то правонарушение. И, таким образом, если я выявляю его сопричастие к этому, потом уже происходят более глубинные расследования, уже непосредственно по характеру того события, которое произошло. Ну, там, убийство, грабление, все что угодно. Самая сложная верификация – это дети в любом случае. Почему? Крайне нестабильный эмоциональный фон. Он нестабилен лет до 15. Во-первых, тяжело удержать ребенка в сфере какого-то события. Вот у меня был случай. Восьмилетняя девочка, ее обвиняли в том, что она украла 500 евро из сумки домохозяйки. Долго пришлось с этой девочкой просто настраивать ее к разговору о том, что нужно. Все время отвлечение на куколок, на красивую... У вас красивые галстуков-то какие-то, у вас тут кресла высокие. То есть у ребенка психика отвлекается очень быстро и тяжело сфокусировать. Поэтому с детьми всегда работа сложная. Главное, что ваша работа спасала жизнь человеку. Ну, если считать, что защита человека от тюремного заключения – это спасти ему жизнь, то, безусловно, да. Подозревали женщину в том, что она убила своего сожителя. На момент убийства в доме было три человека. Она, сожитель и брат сожителя. Путем проведения именно профайлинга удалось доказать, что потом, после этого подтвердили на полиграфе, доказать, что женщина в момент убийства находилась, а ее подозревали как убийцу, находилась в помещении, она видела, как человек умирал, она видела, от чего он умирал, но сама этот смертельный удар ножом в сердце, она его не производила. Удар нанес брат сожителя. Назовите плюсы, то, чем вы занимаетесь. Это креативно и развивающее для коры головного мозга. То есть у меня постоянно работа с большим количеством данных по анализу. Чаще всего это очень индивидуально все, потому что люди все индивидуальны. Что-то, вы знаете, сродни работы Шерлока Холмса, описанного у Конан Дойля. Но минусов, если говорить непосредственно о профайлинге, это минуса в том, что нет единой научной теории, которая бы это подтверждала с высокой долей вероятности. То есть все-таки это носит больше характер искусства. Это не четкая наука. Может быть, когда-то профайлинг станет наукой. Я бы очень этого хотел. Быть экспертом по лжи, всегда добиваться справедливого вывода.